Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по шарораму в стране смешариков. Итак, что у нас новенького? А новенького у нас... Что там в космосе, да? И исчезновение крошек. Понятно. А тролль разбушевался, ух ты, тоже. Ну и, которые вот в прошлый раз были обновления, которые я не записывал. Это календарь добрых дел, ну и научи добру. Короче, целая куча всего новенького. По поводу календаря добрых дел. Получается, смотрите, вот он у нас. Так, я его, конечно, не выполнял, но смысл в чем? Каждый день дают задания, которые, если выполняешь, получаешь вот такие вот фишечки. Получается, за эти фишки потом мы собираем призы. А призы, вот какие, я там одно задание выполнил. Позитивная энергия, опыт, вигвам, закат в домик. Сюрприз какой-то интересный. Ну и куртка вечерний стиль. То есть, в принципе, у кого есть время, кто играет, можно выполнить задания. А задания несложные. Посети вечеринки в клубах. Легко, да? Собери флайерсы, тоже, кстати, легко. Заработай смешинки в волшебном карандаше. Ну, это так, на любителя. И продай в клубе жаркое в горшочек. Ну, так, в принципе. Несложные задания абсолютно. Нужно немного в игре поторчать, и все будет, да? Так, это что касается вот недели добрых дел. Ну, календаря добрых дел. По идее, на следующей неделе будут другие задания и другие призы, соответственно. А, дальше. Вот эти вот, научи добру события. Я даже одного смешариков встретил. Но они появляются в разное время, в разном месте. Так что, так просто вот не получится их найти. А, так, это все хорошо. Давайте узнаем, что там в космосе у Лосяша. Какой-то он маленький, вам не кажется? Поехали! Мой луноход уже отправился в полет. Осталось за ним проследить. А, кстати, прикольно. Сейчас вот должны простой тип космического корабля, Starship 11, запускать в Штатах Илон Маск. Как раз вот в это время, когда я записываю, он должен запуститься. Для полета вот на Марс. Ну, вот, а у нас тоже луноход мы запускаем, да? Такое совпадение, ладно. Ищи телескопы в Шарраме и наблюдай за полетом. Когда луноход достигнет цели, получишь подарки с Луны. Ух ты! А ну-ка! А, тоже собирать, да? Ясно. Можно фото Шаррам из космоса. Это картина, да? А ну и домик, лунный кратер. Все искать. То есть, этих злодеев тоже искать. Компасы искать. Короче, все искать. Такие пироги. А, ну и что еще осталось? Это вот исчезновение крошек. Интересно, оно как-то поменялось. А вот, загляни в свой календарь. Да-да-да, я уже понял. Спасибо. Так, агент. О, окрош что-то сделает. Ёлки-иголки, как все успеть? Поиграть, ёжику помочь, к Нюше зайти, поужинать, а потом пообедать. Хорошо, что у нас есть лосяж. Он придумал календарь добрых дел. Открой сам и посмотри. Там все дела на день расписаны и награды есть. Понятно. Вот, крош нам это объявился. Таинственное исчезновение крошек. Можно получить крошку супергероя. Ух ты, прикольно. Класс. Я потому что не выполнял, но вот ради подарка, кстати, вполне нужно. Приступаем к миссии. О, так. На мониторах крошки есть. А, в Шарараме потерялись два малыша. Они заскучали и решили прогуляться. А, скорее найди их и верни в детский сад. А, только не это. Ладно, я готов приступить к выполнению миссии прямо сейчас. Пару раз я ее выполнял, но это было уже давно, поэтому я уже даже забыл, что здесь к чему. А, для начала отправляйся в детский сад. Наверняка другие крошки что-то знают и смогут помочь тебе. Удачи. Так, детский сад. Крошки, а ну признавайтесь. А, здравствуйте. Вы, наверное, слышали, что наши друзья ушли гулять. И пропали. Да, я слышал про это и хочу помочь. Может быть ты знаешь, куда они могли убежать? А я знаю, что они хотели покататься на катере по морю. А вдруг кто-нибудь видел их в порту? Спасибо за подсказку. Ах да, как только вы найдете крошек, передайте моей подружке ее любимую игрушку. Ну, конечно, хорошо. Детки без любимой игрушки, это истерика. А игрушка обязательно передам, не переживай. Спасибо. Спасибо, мы будем вас очень-очень ждать. Да, в садике все друг за друга горой обычно. Хоть и дерутся, но любят друг друга. Так, а мы отправляемся в порт. Ух ты. Ну и денек сегодня. Рыба так плохо клюет. А добрый день, вы случайно не видели тут двух крошек? А может и видел, а может и нет. Я такой рассеянный в последнее время. А кто это такие крошки? Это два малыша. Мальчики и девочки. И девочки. Они убежали погулять и пропали. А нет, кажется, я их не видел. Может на катер все-таки? На катере пропали. На катере, говоришь? Да, были тут двое, а как же? А, носились, кричали, перепугали мне всю рыбу. Если это на них похоже, ищи их на пляже. Спасибо за помощь. Так, а мне ж вот можно взять сачок. Прости меня, но варианта спросить не было. Говорит, рыба плохо клюет. Там он полное ведро рыбы. Как это плохо клюет? Странный он какой-то. Подозрительный тип. Так, пляж. Пляжник от слова пляж, да? Такой жаркий день. А вы не купаетесь? Не купаюсь. Я иду из порта и ищу двух крошек. А вы случайно их не видели? Видел. Они недавно прибегали сюда. Я угостил их мороженым, а они сказали, что идут кататься на такционах. Спасибо, вы мне очень помогли. А, мне тоже нужна помощь. Мой мяч закатился далеко в море, и я не могу его достать. Может быть у вас есть какая-нибудь палка или сачок, чтобы подцепить мяч? А, конечно, я готов помочь. Ты мне наводку дал. О, кстати, можно что, коктейль взять? Нет, нельзя. Ладно. А ведь нам коктейль, по-моему, в будущем пригодится. Ну, где же? Где же этот пляж? Вот мяч. Так, берем сачок. И вот так его достаем. Хотя можно было искупаться. Достать, в общем, его спокойно. Освежившись, пойти дальше искать. Эх, лето, жара. Приходится об этом только мечтать. У нас опять снег шел. Вчера и сегодня. Ну, вот сегодня к обеду уже потеплело. Так, отдаем мяч. Спасибо за мяч. Забирайте вот этот лимонад. Он пригодится вам в дальнейшем. Я знаю. Я говорил, что он мне нужен. Так, в парк аттракционов. Да, идем. Хорошо. Погнали. Ух ты. Крошки здесь похозяйничали, да? Недавно тут были крошки. Ну и хулиганы сломали мне информационное табло. И удрали. Даже не извинились. А я как раз ищу этих крошек. И не знаю, куда они побежали дальше. А может быть они оставили послание на табло? А давайте я помогу вам его починить. Я тут где-то обронил гаечный ключ. И в табло не хватает шестеренки. Найди их. Хорошо. Так, молоток. Молоток. А может мне молоток нужен? Так, здесь ничего. Ну я помню, там где-то за воротами, по-моему, лежали. Да, шестеренка. Я помню, долго я ее искал первый раз. Видите, вот. За воротами она лежит. Вот она. Это есть такое вот. И ключ гаечный. А гаечный ключ где? Эээ, что-то я не помню. Про шестеренку помню. Про гаечный... А, вот он, в кустах лежит. Хорошо, есть такое дело. По идее, что мы их ему отдаем или как? Или сюда ложим? Ну как положить обратно? Блин, что-то я не пойму. Шестеренку. Да что ж такое? Вот, вставляем. А, вот. Новотрушки. Крошки. Гаечный ключ сам отдал. Сам молоток можно взять? Ты отличный сыщик. Идешь по правильному пути за крошками. И скоро обязательно их догонишь. Ну, молоток, походу, я возьму все-таки, да? А, вот. За твою помощь я подарю тебе небольшой молоток. А кто знает, что встретится на твоем пути? Может быть, и мой подарок пригодится. Походу, я его уже взял. Так, нам на гору нужно, да? Раз вот на ватрушки. Кто не играет в шарарам при слове за ватрушками, а побежит на кухню, да? А кто играет в шарарам, тот знает, что ватрушки у нас на снежной горе. Так. А, привет, поиграем в ватрушки. Окей. Так. А, походу, мы тут не управляем, да? Тут все самостоятельно происходит. Финиш. А на финише нарисован гоночный болид. А это значит, нам нужно на автодром. Опа, бегали. Хорошо быть молодым. Энергии куча, да? Тут Яша грустный. А, привет. Ну, история со мной приключилась. У меня плохое зрение, без очков ничего не вижу. А сейчас куда-то положил свои очки, теперь найти их не могу. Я попробую их поискать, вдруг найду. А вот здорово. Так, давайте их поищем. Вот они лежат, да? Сначала в чемоданчик. А теперь Яше. Отдаем. Другое дело. Починил. Отлично, теперь я опять все вижу. И этот чудо-автомобиль снова на ходу. А чем я могу тебя отблагодарить? Я ищу двух крошек и узнал, что они собирались зайти на автодром. А, может вы их видели? Да, они были тут. Взяли у меня скутер и отправились в джунгли покататься. О, я придумал. Забирай этот автомобиль, на нем ты быстро догонишь малышей. Ну, спасибо прям. Меняю очки на автомобиль. Вот бы круто, да? Я бы свои очки тоже поменял на автомобиль. Так, что здесь у нас? Там вот что-то лежит сверху. А для этого мне нужен будет сачок, да? Достанем. Вот, это по-моему, сразу я думал, вообще непонятно что. А потом, короче, я уже вспомнил, что это какой-то обувь какая-то порванная. Так, что ж такое, феечка? Ты где? А, привет, найди ботинки крошки, тогда мы узнаем, куда убежали малыши. Один ботинок она потеряла на Снежной горе, а другой тут в джунглях. Сачок поможет достать второй ботинок. Так, я ж его достал, теперь нам нужно на Снежную гору, да? Опять искать. А где же он тут есть? Мы ж только что здесь были. Никакого ботинка не видели. Либо видели, но не заметили. О, опять этот дружбан. Вот. Ну, кататься мы с ним еще раз не будем. Мы отправимся в джунглю. А как, как, как тут в джунгли перейти сразу отсюда? Нельзя. Придется через автодром, наверное. Так, вылаживаем еще один ботиночек. Опа. Так, что ж такое, вот. Не получается, чтобы стрелка до конца вела нормально. Только так рывками. А ты видишь, что эти ботинки никуда не годятся? Крошки побежали в Снежмах за новыми ботинками. Торопись, ты еще можешь их догнать. Да, у меня гоночный болит, так что я мигом. Одна нога здесь, другая там. Эээ. А здесь? Так, там ничего. А здесь вот какой-то ящик. Кусучий. А и здесь? Ого, ничего себе. Так, ну здесь у нас фото подземелья. Вот тебе дела. Ничего тут нет. Так, а в подземелье у нас... Ох ты. Привет. Кто это опять отвлекает меня от важных дел? Ааа, вы не видели тут двух крошек? Они провалились сюда и пропали. Помню, помню, что сверху свалились два ребенка и убежали в одной из дверей. А двери были открыты, и я не успел их остановить. А в какую из дверей они побежали? Ааа, я этого не помню. Вот дела. Ааа, так... Вы, наверное, устали работать. Хотите лимонад? Лимонад хорошая идея. Я люблю лимонад. Вот для этого нам и лимонад. У тебя ко мне какое-то дело? Да, я ищу двух крошек. Они провалились в пещеру и пропали. Может быть вы их видели? Помню, помню, что сверху свалились два ребенка и убежали в одной из дверей. Двери были открыты. А в какую из дверей они побежали? А в ту, в которую я пометил крестиком. Найди его с помощью лупы и иди в эту дверь. Но помню, что в пещерах нужно быть осторожным. Некоторые вещи могут пригодиться в пути, а другие запутать. То есть, походу, он корыстный такой, да? Получается. То есть, с лимонадом он помнит куда. А без лимонада не помнит. А как мне? А ты не хочешь мне дать свой отбойный молоток? Так, подождите, а я что-то не могу понять. Как, 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 как? А, там еще одна дверь, тюк, блин. А я на нее не навелся на первую. Что-то я ничего не могу понять. С помощью лупы. Может, молоток разбить? Для чего мне молоток нужен? Блин, ну, не наводится. Как, еще раз. Там вот тоже дверь. А ну-ка, может, на него? Почему он не дает мне отбойный молоток? Может, сначала нужно все-таки открыть дверь? Не хочет. Что-то я не то делаю. Может, выйти отсюда наверх, потом перезайти? А, так, перезашел. Я сейчас пробую еще раз. О, вот, смотрите. Открылась дверь, то есть светоглюк был видно. Так. Ой, это что, выход сразу? То есть, понял. А, агент, это снова ты. Ты уже знаешь дорогу, так что проходи в нужную дверь. Удачу. Отбойный молоток все-таки не нужен. Это не из той серии, да? Так, хватит. Дай мне пройти, блин. Чего ты отвлекаешь людей? Так, вот. Чтобы открыть кодовый замок, введи секретный код. Быстренько я его сейчас расшифрую. Получилось подземелье, слово. Все, дверь открылась. А, куда, направо или налево? Может, посветить, я не знаю. Вот мы... Нет, ничего. Давайте направо пойдем. Ух ты. Летучая мышь. Шшшш, хочешь пройти дальше? Отгадай мои загадки. Ты готов? Да, конечно. Я уже на них отвечал, тем более. А меня слепым зовут всегда, но это вовсе не беда. Я под землей построил дом. Все кладовые полны в нем. Крот. Это мы знаем, конечно же, да? Теплый желтый колобок. Теплый желтый колобок поверху катается, людям улыбается. Солнце. Конечно же, колобок. А в горах блуждаю за тобой, откликнусь я на зов любой. Все меня слыхали, но зато не видал меня никто. Хотел стихами, но не получилось. Эхо. Эхо, эхо, эхо. Ты справился с моими загадками и можешь идти дальше. Спасибочки. Не пустил от меня дальше. Долбы гаечным ключом тебе. Так, а тут еще один спуск, еще ниже. Агент, ты попал в подземный лабиринт. Найди выход из него. Двигайся с помощью клавиш. Будь осторожен. Логично. Вообще в темноте нужно быть осторожным. Так, а сюда мне? Тупик. Стоп, тут тоже тупик, да? Да. Да, вот этого я и боялся. Сразу не туда пошел. Я не помню уже ничего. Да уж. По всем углам придется пройтись. Какой-то бандит получается, а не смешарик, да? Так, а здесь есть проход? Наверное нет. Там вот снизу что-то я видел блестело, вроде бы нет. Или показалось. Показалось, наверное. Ну, я уже близко, я думаю. Так. Во, на выход. Как к нему добраться? А, тут тупик. И там тупик. Блин. Опять не туда. Близко не значит, что... А и там тоже тупик. А нет, тут есть проход. По-моему, в прошлый раз и быстрее проходил. Тут я сразу одну в ту степь свернул. И... Вот он. Фух. Мы уже близко, да? Ух ты, крошки. Почему вы такие... А, молотком можно разбить, да? Лед. О-о-о-о-о. Кто первый раз это видит, я думаю, испугается. У-у-у-у. Это кто потревожил меня и пришел в мою пещеру без приглашения? А-а-а... И совсем не страшно. Уходи с моего пути, а то тебе не поздоровятся. Ха-ха, я-то уйду, но и ты не сможешь выбраться отсюда. Ладно, еще раз. Повтор. Ладно. Короче, ладно. Я пришел с миром и не хочу ссориться с тобой. Я знаю, что ты хочешь казаться злым, а на самом деле добрый. Фу, а как же я? Мне снова оставаться тут одному, даже поиграть не с кем. Нет, крошки с тобой не пойдут. А крошки ещё совсем маленькие, чтобы убегать в пещеры без взрослых. Я должен отправиться с ними обратно в детский сад. За ними родители переживают, да? Я покажу дорогу, и крошки смогут уйти из пещер. Но только если что-то оставят взамен. У нас ничего нет, что может вам пригодиться? У меня есть скальный молоток, я могу отдать его вам. У меня есть потрясающая мягкая игрушка, и мы можем отдать её вам. Мягкая игрушка – это моя давняя мечта. Ну, держи свою мечту. Чем-то он на тебя похож. Цвет только другой. Эх, как мне нравится подарок. Вы порадовали меня, и я покажу вам самый короткий путь в детский сад. Сам прорыл, да? Ха-ха. Ну что ж, счастливо оставаться. Пошли с нами. На солнышке погреешься, добрее станешь. Спасибо за помощь. Значит, твоя награда – медаль и крошка-супергерой. Откуда у вас крошки-супергерой? А вы, замазурки, ничего сказать не хотите? Эх, наверное, не хотят. Ладно. Нет, не хочу, только один подарок, так что с меня один раз хватит. О, твой друг ТикТок. 188 достиг пятого уровня. Спасибочки. Давно, кстати, никто уже не заходил по ссылке. Кто не знает, вот если заново начинаете играть, вводите ник «Просто детки» в разделе приглашенных. И вот потом я получаю подарки за то, что вы достигаете определенных уровней. Так, а как теперь посмотреть на этого? О, подождите, откуда у меня спутник на санках? Я что-то уже не помню. А где крошка? А, крошка-питомцы, вот. Да, вот, крошка-супергерой. Все, ясно. Ага. Да, хочу. А ну-ка. Ха-ха. Класс. И, и, прикольно. Ну, нормально. Так, а откуда у меня панда взялась? Я уже не помню, что забыл. Эй, караул. В общем, не знаю, взялась, да и хорошо. Вот такие вот сегодня дела. Много заданий, но многие задания такие, как я вот не сильно люблю. А когда нужно именно вот частое присутствие в игре, то есть ее мониторить там, чтобы где-то что-то появилось, что-то взять там, собрать. Так, стоп. А еще тролль разбушевался, а это я вот не глянул. Капец, как так? Вау. Каменный тролль. А, каменный тролль вот-вот устроит землетрясение. Прогони хулигана, кидай в него позитивную энергию и получишь в подарок пиджак драгоценный. Ух ты. Ути-пути малыш хочет атаковать монстрика, ахахахаха. Слушай, ну во-первых, не малыш, а малыш супергерой, да? С нами там. Крошка супергерой. Плюс еще панда со мной, да и я сам такой, да? Так что лови сразу плюху на 50. Рррр, я самый страшный монстрик в мире. А теперь что ты скажешь? Что-то я его убью, слушайте, а он как-то... Ух ты, столько энергии мне одному. Наверное. А, 500. Ничего себе, 500 нужно. Лучше не лезть на рожон. А раньше меньше было. Раньше было ему 300 было. Помните времена, когда нужно было 300 энергии, чтобы его прогнать? Было такое, я помню. Ух ты, это было уже. Так что сейчас это просто много энергии требуется, а так ничего сложного. Ой, мамочки, боюсь. Ух ты, это же, представьте, сколько нужно энергии собрать, да, чтобы вот его прогнать, как бы. Сейчас как, съем тебя. Да хорошо, у меня вот запас энергии есть, а у кого-то нет этого запаса. Что делать? Ну, диалоги могли бы как бы чуть как-то по-другому продумать. Ты, это зря. Ой, зря. Да не, не зря. Не зря за пиджак. Будешь меня обижать, обращайся в суд по правам монстриков. Бежи, обращайся. Мог бы сразу дать пиджак, и мы бы тебя не трогали. Мы бы просто б тебя оставили в покое. Что, все? Тролль сбежал, получай награду. Пиджак драгоценный. Так, а что там у меня из одежды? Ну, пиджак, не знаю, переодевать сейчас как-то. Пиджак. Я, наверное, следующий раз потом переоденусь, хорошо. Так, это, получается, можно убрать. Не буду, короче, переодеваться, нет. Следующий раз. Итак, сегодня уже пора бежать, друзья. Прощаюсь с вами не надолго. До следующих интересных квестов. Надеюсь, вам понравились эти. Как я говорил, для тех, кто много онлайн, они классные. Но это не для меня. Все, друзья, поставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Пока-пока.